Ещё недавно он ощущал себя королём дорог. Да что дорог к жизни? На золотой иномарке за несколько миллионов рублей разъезжал в компании друзей. Считал особым шиком экстремальное вождение и нарушал все мыслимые правила. Дрифтовал во дворах жилых домов, да так, что резина на колёсах плавилась. Всё это происходило рядом с другими автомобилистами и на глазах у изумлённых пешеходов. О безопасности водитель не думал. Главное собрать побольше лайков в соцсетях. Но ролики заинтересовали не только подписчиков. Правоохранители такие виражи не оценили. 23-летнего водителя задержали. Обхватывайте губами и сильно дуйте. Ещё, 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 ещё. Он ездил без ремней безопасности, нередко без номеров на машине, которую, кстати, переделал незаконно. А это ещё одно излюбленное нарушение – возить пассажиров вне салона. Всего более 70 административных нарушений. В ближайшее время судьбу задержанного решит суд. А на этих кадрах эвакуируют иномарку другого блогера-лихача. Но даже это становится поводом снять ролик для соцсетей. Этому парню тоже 23. На своей машине в этом году он нарушил правила дорожного движения 151 раз. Свой автомобиль он не зарегистрировал, зато самовольно оборудовал светодиодными сигналами. А за руль садился, будучи лишённым прав. Теперь ему грозит до пяти суток ареста. Если это возможно, простите меня, пожалуйста. Но рекордсменом нарушений стал вот этот молодой человек. В этом году он уже привлекался к административной ответственности почти 600 раз. Задержали лихача на повороте с Кутузовского проспекта на Минскую улицу. Номера его дорогой иномарки попали в объектив дорожных камер в паре километров отсюда. Информация моментально поступила инспекторам ГИБДД, которые в этот момент дежурили здесь. На счету нарушителя больше 250 неоплаченных штрафов, в том числе за нарушение скорости. Агрессивную езду он практиковал и на другой элитной иномарке. Тоже на радость подписчикам в социальных сетях. При досмотре этой черной машины были обнаружены архивные номера, зарегистрированные на машину другого человека. Почему не оплачиваете, почему нарушаете? То есть отвечать за поступки нет, никак. Парню придется оплатить накопившийся штраф. А за тонировку, которую он не устранил после предыдущей встречи с правоохранителями, ему грозит до 7 суток ареста. Максим Ларин, Арсений Лариухин, Петровка, 38.